Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум в Сайфудин. И мой ресторан La Caffe de Beauty приготовила себе такой ужин, как в Париже, легкий салат, какие дела, сейчас буду кушать, наверное, еще цветы как-то вот так вот поставить, чтобы они были видны, цветы, чтобы были видны. Свежая помидорка, огуречек, сварила макарошки, помыла помидорку, огуречек, сделала салат с посолнечным маслом, с майонезом, будет просто имитирована черной икрой, вода свежая. Может быть, как-то дальше нужно это дальше длинуть, чтобы полностью пейзаж, пейзаж, пейзаж. Ох, как я получаю, так это красиво, ох, так это красиво. Так, супер красиво, и цветы красиво. Смотрим такой, блин, блин. Супер красиво. может быть другой стороной поставим столик нет какой-то более красивый антикварный столик я сняла только что видео загружаю сейчас его на мою на мой канал youtube немножко занавесила снимаю в квартире немножко занавесила мой балконе такая жара немножко так сказать еще водичка не принимал уже душ еще так водичка чуть-чуть в принципе жарко хотя в принципе я замечала что если открыть и балконную дверь и все окна настежь то получается такое хоть и на одну сторону окна в квартире получается такое проветривание нужно посолить нужно посолить сейчас приносите будет немножко соли немножко посолить еще как я забыла еще куриное яйцо еще у меня в салате вареное куриное яйцо сейчас придем еще посолю очень большой куриное компания хорошо салата в нужном среднем сейчас мы собираемся в магазине сейчас вы знаете Продолжение следует... 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 А так, конечно, советуют опрыскивать помещение ионизатором воздуха. Я вон там загрузила один совет, как сделать, чтобы в квартире было более прохладно. Ну, понимаете, я хотелось бы, чтобы не только было прохладно, но еще свежий воздух был в квартире. Будем принимать душ прохладный, но в меру. Ну, как обычно, как и в жарких странах. Загораешь на пляже, потом идешь купаться в море или в океан. Купаешься, потом снова загораешь. Ну, кто-то там в бассейне или под душем. Кстати, вы знаете, я думаю, что на многих этих пляжах, когда я в Риме не была, я помню, там, по-моему, на пляже, да, душ для желающих. Прямо на пляже можно под душем сполоснуться и дальше отдыхать. Прямо на пляже. Ещё советую лёгкую еду, лёгкую, ну, конечно, воду, соки. Я помню, что в Америке, когда я была в Коннектикуте, такая жара по 35 летом, и там советовали у тех, у кого нет кондиционера дома, проводить часть времени в этом, в какие-то молох, там вообще принято, как-то часть времени там американцы проводят в этих молох, когда такая жара, потому что в молох кондиционеры, и шопинг, и еда, и магазины, и прохладно. Вот. 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 А, потому что даже машину, даже Мерседес заполнить, белый Мерседес. Это жара была летом. Садишься, ну оставишь там в центре, где-то там в этом, в Дэск-Хаспорде. А постоит, может быть, Дэск, на таком солнце. Садишься в него и прям вот чувствуешь, что прям как будто бы как-то в баню попало. Вот, знаете, просто в баню. Такая жара. Поэтому очень удобно. Включила холодный кондиционер, он быстренько, ну и быстренько так, достаточно быстро. Окна, кондиционер. Колени от окна надо закрыть. Знаете, когда привыкаешь к машине бизнес-класса, Какой-то мой кузовик был. Пятьсот или делай масштабец. Понимаете, вот выходишь из машины, дверцу так легонечко захлопываешь, и она сама закрывается автоматически. Привыкаешь к комфорту или зимой садишься в Мерседес. Холодно, прохладно, на улице. Сразу подогрев сиденья и спинки. Кожное сиденье, сразу подогрев. Включаешь. Вот, так что такие вот дела. Такие нюансы, знаете, поджогу, поджогу кэнфолу. Приучать себя быть VIP-персоной. Сейчас немножко еще кетчупа принесу. Вот, так что, так что, так что? Ну ах ты мои цветочки. Ай, немножко, немножко такой у меня узкий проход. Немножко узкий. Ах, это фудоки, это фудоки. Ох, мои цветочки красивые. Ох, этот букет. Надо его, знаете, как-то такой красивый букет. Как-то такой красивый букет. Ой, какой красивый букет. С вами я, Татьяна Салмановна Макту Саев. Ой, какой красивый букет. Ой, какой красивый букет. Я думаю, как я и давала анонс, я думаю, на тему заснять такие видео, ну там или одно, или несколько, на тему, знаете, такая арт-вечеринка по типу. Знаете, вот, войти в состояние миллионера или VIP-персона, вот эти все дорогие там, вот эти вот, самые дорогие. Ну, посмотреть. В интернете посмотреть дорогие десерты, рестораны, отели, платья какие-нибудь шикарные, какой-нибудь такой самые дорогие туфли в мире, самое дорогое платье в мире. Вы понимаете, да? В интернете. Это, знаете, у меня такая задумка сделать такую вечеринку. Название, как я так назвала, такую вечеринку, такое видео-вечеринку. Я уже загрузила новоцент в ВКонтакте. Катяна Салмана через депис, но Катяна Салмана через депис, там, видите, яйца фаберже и, как там, печатный-печатный двор в Москве, да? Ну, видите, салфеточку не принесла. Понимаете, все нужно продумывать. Салфеточку я убрала. Придется ее расходить за салфеткой. Ну, в смысле. Вы поняли, да? В elephants' было. Висит в Малору. Малору. В ламору. В experimental рамару осторожно, здесь такой небольшой проход. Потому что мебель близко друг к другу. В ламору. В ламору. В ламору. В. какого-то. В ламору. И. Отпитаю в ламору. На ветре. И. В ламору. Такой мебель близко. В ламору. Продолжение следует... 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 Вернее, его отец. И как вообще Ванга предсказывала, что в конце времен наступит такое время, что будет как-то вот единая, какая-то единая религия, что-то такое. Ну что, это спящий пророк, Кейси, да? Ох! Татьяна Салмана напитывает. Татьяна Салмана специально оставила такую маленькую, знаете, у меня занавешено сейчас это окно. Это просто не занавешено, у меня такая эксклюзив, знаете, такой эксклюзив. Ну вот. Подъехала инкассаторская машина. Ох, я вас ждала, как-то мне было грустно, даже как-то это видео. Ту видео, знаете, заснимала, заснимала. А в конце тебе как-то засняла, как-то. Ну, не как Мисс Вселенная, так что вот это вот. В общем, подъехала. В общем, не хватило. Знаете, я вообще люблю вдохновляться деньгами. Так что видео загружается. Может, конечно, я и зря. Конечно, я тебя так засняла. Но что делать? У меня огромное количество видео на моих каналах Ютуба Татьяна Салмана. Махтун сайфуде на русском, на английском языке. Больше 6000 видео. 6 видео 400. На каждом видео я. Так что, как она сама, знаете, такая штучка. Не полностью занавешана, я прямо это вижу. Ах, это машина Сбербанка. Знаете, это машина Сбербанка. Ах, это машина Сбербанка. Вообще, мы с Димой обсуждаем, чтобы Дима знал, что это я. Дима, там, я написал такое, достаточно такую информацию такую написал. Дима, я еще, честно говоря, не прочитала. Вот, сейчас прочитаю скоро. Вообще, речь идет о прямых эфирах. Хочу сделать, знаете, мои такие видео в прямых эфирах. Вот, но то, что там, Дима, я даже не знаю, есть ли как в качестве как бы какого-то интервью, или как-то вопросы, понимаете. Ну, вот я снимаю себя, можно считать, что это тоже, в принципе, прямой эфир. Дима, ну вот в чем разница будет? Вот смотрите, я вот включу мой ноутбук. У вас будет, например, прямой эфир, вы будете меня в прямой эфир смотреть, да? Единственное, что вы будете видеть, что это именно вот в эту минуту, это я, да? Это единственный плюс. А также все равно, это моя творческая студия позитивного мышления, там, как это, читаю книги из моей библиотеки, позитивное мышление, смежные науки, рассказываю на различные темы, рассуждаю. В общем, как-то, как-то вот, то есть, ну, тогда как бы более как бы будет понятно, что это именно я, как бы прямой эфир, это именно я. Ну, кто-то сегодня выходной, как-то это все разъехались. По этим подачам, рядом с машиной Сбербанка, рядом с машиной Сбербанка, там маленький котеночек бегает, маленький котеночек, я увидела маленького котеночка, сейчас вам покажу. Смотрите, вот там котенок бегает, там кошка бегает, это маленький котеночек, вон она, смотрите. В этом с ней машин нету. Ах, немножко нужно, конечно, помадой больше подкрасить, помадой немножко подкрасить кубы, потому что, что кушала, надо, конечно, вот это вот. Ну да, сначала салманом, в общем, отделала, в общем, сейчас я разделу, в общем-то. Салман. 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 Ну да, сначала салманом. Вот, татостоин. гиркейси просто мое такое субъективное мнение прежде чем получить такой дар какой получил вот в общем на самом деле у него такая я просто читала его биографии в не смотрела на ю тубе вот на ю тубе вот такая в общем у меня там биографии его написано было так что вот это мог под подушку положить учебник это был еще маленький на следующее утро знала вообще весь весь учебник вот прежде чем получить такой удар который был у него это понимаю а там явно было сказано что это такие светлые силы это было как бы вот свыше понимаете вот такое свыше светлые такие силы которые давно брел они хотели посмотреть как вот он будет вообще использовать какие-то такие свои способности они вот на него хотели посмотреть прежде чем мне как говорится вы поняли на была такая но я вам не воспроизведу это из библии что ли цитаты какая такая цитата была пойдет она в общем путями там извилистые в общем там такая такая в общем нет у меня это нет у меня этот статан визгон кучу подкрасить что-то больше когда он немножко повода так вот это вот а так конечно влези нужно еще на кутку марафет марафет на месте вот такие вот дела мне можно наоборот немножко найти стереть будет как-то более с одной стороны больше бы накрашены тобой меньше что-то как-то если не задержали с этой машиной что-то сегодня наверно там денег много денег намного наверно в эту машину кладут главно рядом машин вообще нет ни одна так что вот ну в смысле с какими целями будет использовать и так далее я просто просмотрев мою биографию я просто сделала на такую и такой вывод вот только знаете я думаю что я сейчас подумал интересно я думал это вот он родился таким ему было предначертано иметь такой удар вот или как там вот могло и не быть в общем так такого как-то дару я вот я вот я вот тоже думаю об этом об этом история история умалчивает вот вот такие вот дела значит так это нужно отнести кетчуп нужно отнести потому что такая жара жара а ну а а а Ну что, а так, конечно... А, что, что я еще хотела сказать? Ой, эта машина как-то задержалась, так она как-то задержалась. Вот, а сегодня, а, знаете, с Димой, с Димой я, в общем-то, там, с Димой переписывалась и спросила, что, в общем, может быть, я говорю, я посылаю Михаилу Маратовичу Фридману, Михаилу Фридману я посылаю мои видео. Он послал ему огромное количество. Я спросила у Димы, может быть, как-нибудь ему написать, напроситься к нему в гости, чтобы воочию посмотреть, как живут миллиардеры. Вот. Ну, а Дима мне, да, я помню, я так и написала, что вы, говорит, спросите у него. Как-то он такой, вы у него спросите. Ну, а что не спросить? Так что, ну, а что не спросить? Он мне, кстати, сегодня снился. Это к чему? Потому что Михаил Фридман мне сегодня снился. Спала я сегодня недолго, вот, легла поздно, стала рано. Ну, я тут как-то на днях, почти целый день спала, часов 15, наверное, когда-то позавчера. Ах, отъезжает машина, в общем, так, Сбербанк, машина Сбербанк отъезжает. Вот. Вот такие вот дела я тут на днях. Ну, когда-то, вот, у меня тут, когда-то интернета-то у меня не было, я там вам написала, а, там видео-то сняла. Вот. И, в общем, отдыхала там и ночью, там что-то там поспала, часов в 10, потом еще днем часов в 15. Вот, вот такие вот дела. Это к чему? Это, знаете, есть такая передача, я раньше тоже любила, но раньше, как можно было как-то по телевизору. А потом, знаете, когда я обнаружила, что на Ютубе, а я же была этим блогером-блогером в 16-м году, эти лакжи, понимаете, там, ох, это мужская, особенно у меня мужская аудитория, у меня же было 3000 мужчин. У меня было 3000 френдов, из них несколько женщин, ну, включая Свету Проваторову, с которой я училась в школе 256-й. Потом я ее удалила из френдов, а так вообще она была у меня во френдах, вот. Еще несколько девушек у меня, женщин было. А так, 3000 мужчин я иногда закрывала, открывала, вот. В том числе, Михаил Фридман был. Вот такие вот дела. Я вообще с 16-го года, там, знаете, вот, а у меня же было огромное количество френдов, я же смотрела, там, знаете, вот, какие-то конные, кто конным спортом, кто там, это Европа, кто этим лакжи рилайф, кто там, знаете, вот этот, знаете, я уже поняла, что, знаете, есть такие вот эти, а не знаю, как они, как там, как правильно сказать, ну, господа, вот эти господа, которые, знаете, это рантье, у них, знаете, это ранчо, это большой дом. Это я как-то так говорю ранчо, большой дом, и, понимаете, вот он вывешивает пиджак, туфли, все это заснимает на видео, на фото и спрашивает на своей странице фейсбука. Друзья, как вы считаете, какие туфли, а у него, знаете, как вот у меня, знаете, вот эту обувь, особенно раньше, знаете, у меня сейчас как-то вот это только нужное, знаете, оно только нужное, а раньше у меня, да, как-то вот много всего, в принципе, тоже как-то вот это, ну, такая коллекция у меня была более большая. большая, но не все я носила, вот, вот, поэтому, а он, понимаете, и такие, знаете, по типу женских, такие вот эксклюзивные, и он спрашивает, дорогие друзья, френды, как вы считаете, вот, вот эти у меня, знаете, макосины одеть, да, это был такой осенний период, вот эти макосины, они еще такие, с какими-то штуками резные, знаете, с какими-то этими золотыми штучками, ну, по женскому варианту вообще, вот к этому пижаку, вот эти вот надеть, или другие, вы поняли, да, то есть есть такие, и тогда я, честно говоря, с такими никогда вообще не общалась с людьми, чтобы, знаете, вот они, вот, я в этих газетах читала, я читала, что он, как ее, Гельчин Вальдек, у нее вот такой муж, как говорится, который, как они рантье, он как-то, знаете, у них вот этот вот большой дом, они занимаются лошадьми, знаете, вот есть такие люди в Европе, они богатые, из поколения в поколение, у них большие, ну, я не знаю, раньше назвать по-американски, большие дома, виллы, я не знаю, замки, у них эти конные, конюшни, понимаете, огромная территория, они не работают, они как бы вот это вот, они вот это, у них тогда прислуга, обслуга, я так понимаю, и они вот так вот, то есть я вот поэтому мужчине, я была просто удивлена, вот, у меня был во френдах, он меня приятно удивил, это как расширить, это он комфорта, вот, вы представляете, такой мужчина такой, вот какие мне сегодня вот эти вот, вот эти вот, да, дети, или вот эти вот, как-то вот это, ну да, потом он в этих штуках выйдет загорать на какой-нибудь лежак рядом с домом, будет вот это вот, я не знаю, там, пить, наверное, какое-то вино, будут им услуги, там, кто обслуживающий персонал, приносить завтраки, обеды, ужины, а, нет, не завтраки, он, наверное, покушает, потом он куда-нибудь съездит, может быть, к каким-нибудь таким же вот этим отдыхающим, друзьям, как он, или что-нибудь в этом роде, в общем, как-то вот это, а к вечеру, какой-нибудь ужин, такой ужин, может, кого-то пригодится, потому что ресторан, я не знаю, что это происходит, вот, так что вот, это как говорила Саманта, мой день, я сегодня очень устала, мой день состоял из-за педикюра, маникюра и массажа, и что-то я насчет он такое сказала, ну да, но таких френдов, они мне очень нравятся, у них были такие вот эти вот, знаете, какие-то вот эти, знаете, лакшериалов, всякие сеньксы, особенно там, это Арабские Эмираты, такие золотые, какие-то фрукты, какие-то подносы, и потом, знаете, я в чем только не загружала там, потом я таких френдов смотрела, а поскольку у меня мужская аудитория была, я так быстренько просматривала, некогда было просматривать, я как бы, знаете, у меня такой был лакшери-журнал, я их привлекала к моей странице, чтобы они открыли мою страницу и видели, тут дорогая яхта, тут эта золотая машина, а тут такие часы новомодные, а я такие искал, понимаете, у меня был такой мужчина из Монако, понимаете, из какого-то там вот этого, вот там вот это, там вот это, я их, эти тьмы, а я там, знаете, там из Дубая, там, а я у этих, которые, вот эти вот лакшери живут, они это выкладывают у себя на страницах, я тем самым, а у меня их было очень много, поэтому, когда я открывала мою страницу с утра, ну, когда я просыпала, ну, там, вставала, там, в 11-12, вот, и моя страница, знаете, у меня такая, и до 11 вечера, она моя страница, меня мужчина еще даже спрашивала, ну, мне самой здесь, в принципе, было интересно, несколько месяцев я этим так вот занималась, вот, и, ну, не то, что, может быть, даже больше, я имею в виду, вот именно лакшери-лакшери, вот, и я, когда я открывала, знаете, вот это, просмотрит, что там у френдов, знаете, как новости, и когда я смотрела в этих новостях, там эти яхты, дорогие машины, яхты, всякие какие-то, ну, в общем, пиджаки, в общем, какие-то коллекции одежды, в общем, и все это лакшери, знаете, как будто бы вот это попало, знаете, как это, ну, не бог, это женское, какой-то такой мужской журнал, знаете, вот это редактор такого мужского журнала по вот этим вот лакшери-лакшери-синкс, я даже не знаю, какие-то машины, супер какие-то машины, что-то, какая-то техника, техника, которая что-то быстро режет, потом какие-то, знаете, вот немножко такие, немного такого, такого суперпозитива, это такие, знаете, котики там, какие-то с животными хорошие видео, вот, И я делала такую подборку-подборку, учитывая, что у меня их много, я выбирала лучшее и к себе. Потом я посылала приглашение таким же их френдам. Они так случайно открывали мою страницу и видели, что у меня такое вообще на моей странице, просто шикардос. Вот этот вот. И они ко мне присоединялись во френды. А когда они ко мне присоединялись во френды, так же присоединялись их новости, которые они загружают к себе на страницы. Их вот эти вот лошади, вот эта лошадь такая, это такая, там скачки. Ну вы поняли, да? Это было настолько, там с утра до вечера вот так вот прям это часами сидела, я думаю, ну это надо вообще, вот это вот такое все, локширики, какие-то самолеты, частные самолеты, какие-нибудь там, вертолеты нет, частные самолеты, что там внутри этих самолетов, часы, драгоценности. Что-то я смотрела по ютубу, торты, понимаете, самые дорогие торты, какие-то свадебные торты. И такие, в общем, красивые картинки, в общем, вот так. Так что можно сказать, знаете, Татьяна Салмана еще в 16-м году так вот это расширила зону своего комфорта. Вот, что в принципе я вам к чему? Это к позитивному мышлению, к Джону Кехо, как впитывать это по Джону Кехо, так же по Наталье Правдиной. И расширение зону комфорта по Джону Кехо Кэнселту. Я просто хотела немножко такую сделать обзор по ютубу, потому что сейчас я вам не могу предоставить такое, как я вам сказала, да, это нужно понимать, этим заниматься. Я этим занималась часами, днями, неделями, месяцами. Вот. И все, заметьте, это бесплатно я делала. Ну, там вы спросите, кто был, там 3000, там и такие какие-то были, которые, знаете, что там, в общем, как-то вот так. Ну, такой небольшой, знаете, небольшую подборочку с ютуба. Хотела сделать такое позитивное видео, но там у меня не было это, как бы, я там ничего такого о позитивном мышлении, ничего такого не писала. Там было именно вот, выкладываю, я просто выкладывала вот эти видео или картинки со ссылкой на автора. Ну, за ссылки, что это с этого сайта или там вот кто там взял с какого-то сайта или с ютуба. Вот. То, что там нажимаешь и уже открываешь там в оригинале, где это. Потому что те видео, которые я загружаю с ютуба, с моего канала, сразу видно, с моего канала или просто с ютуба, там нажимаешь на видео, сразу понимаешь. Это мое видео с моего канала. Как бы, я надеюсь, меня уже узнают, понимаете, вот это, кто-то интересуется моим творчеством. Или просто с ютуба, понимаете, там немножко юмора, обратите внимание, загружаю, что такое немножко юмора. А так, конечно, такой обзор. Ну, на вскидку, понимаете, вот так вот на вскидку, понимаете, вот так на пальцах вам объяснить дорогие яхты. Здесь нужно, наверное, такое, понимаете, это было как-то вот открываешь и вот это, и вот то, и так красиво. Наверное, это, знаете, такое зрительное, такое восприятие, вот эти шейхи, и что там какие-то золотые слитки, и самые дорогие бриллианты, и какие-нибудь другие еще камни. Понимаете, это настолько вот короны, короны вообще этих царей различных вообще стран, вот. А сейчас здесь я хотела, думала, такую арт-вечеринку, и вот это все, но у меня сейчас этой информации как бы нету, вот. И потом это очень долго, как бы это и делать, и все, и где это возьмешь. А ну, знаете, кто вот там видел и видел. А вот какие-то, знаете, на ютубе то, что есть вот такие вот стандартные там, самые дорогие, вот эти, вот я уже говорила, это сделать и уже сказать о позитиве, о том, что вот смотреть, каким-то образом вот это вот впитывать, да, и вообще наслаждаться, вот. Ну, и по Джону Кеха, я уже об этом говорила, по Наталье Правдиной и по Джеку Кэнселду. Это уже в рамках моего, моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли, вот. Вот такие вот дела, потому что когда я на самом деле смотрю, понимаете, и когда вот я могу просто вам рассказать мой такой экспириенс, и мое вот такое вот ощущение, понимаете, я вот в этой комнате, кстати, в этой комнате у меня есть такой вот большой стол, стал компьютер. И целыми днями я вот это лакжери смотрела, знаете, и у меня, честно говоря, за целый день у меня уже было такое ощущение, что я уже, знаете, прям вот напиталась, знаете, прям вот напиталась, правда, вот этим, вот этой лакжери, вот такой, знаете, у меня вот было, вот так вот я все это смотрела, смотрела, потому что целыми днями, вот. И у меня, знаете, такое вот было ощущение, что я прям вот, ну не то, что там я побывала, а вот, ну это настолько, то есть, вы понимаете. То есть, это явно в этом что-то есть, даже если смотришь на видео и на картинке. Вот, сервировка, всякие там какие-то фрукты, в общем, что-то такое, одежда, люди красивые, какие-то букеты цветов, красивые девушки, туфлик, в общем, какие-то платья, ох, там, такое, как, знаете, как эти модные, даже в таких модных, даже в таких журналах модных, знаете, не увидишь, вот. А золотая машина, вся из долга, не знаю, позолоченная, леченая там. Мне просто само это тоже очень, мне настолько это все очень нравилось, хотя, знаете, какие-то такая у меня, что у меня была, я была ориентирована больше на мужскую аудиторию, потому что я подумала, если я буду показывать платье или что-то там такое, женские туфли, а у меня мужская аудитория, мне нужно, как бы, ну вы поняли, да, 3000 мужчин, в общем, как-то их, в общем, по-мужскому, у меня такое мужское вот это вот, вот это вот. Был такой журнал мужской. Одна моя была страница на Фейсбуке. Ну, понимаете, одно дело сделать вот эту подборку, уже какую-то, понимаете, сделать видеосеминар, как-то Наталья Прампина там в Турции, знаете, какое-то погружение, знаете, вот это, расширить зону комфорта, рассказать людям, показать наглядно, вот, как-то они выезжают, выезжают, выездные семинары, люди на этом зарабатывают, да. А другое дело, конечно, как-то вот, как-то вот так. О, ну что, паркуются, свежие фрукты, о, неужели в этом клубничку привезли? А, нет, эти овощи, овощи паркуются, машины овощей паркуются к магниту. Ну, кстати, ну да, там, знаете, рекламировать вам мыло-ландыш, которое я купила, 7 этих ландыш, я мой, по 15 рублей, то есть там, по 14, даже со скидкой, 7 их купила тут, как там, ну, вчера я купила, ну, я взяла последний, вот, ах, такая эксклюзивная, такая, знаете, такая ландыш, прям такая, прям, знаете, такая, прям, такая роза, прям такая роза, ну, такой ландыш, называть, как он это, какой аромат у этого мыла, такое омолаживающее, ну, знаете, как-то нужно же, нужно же по позитивному мышлению, нужно мыслить позитивно, нужно же мыслить позитивными аффирмациями, как учит Джон Кеха, что когда вы думаете, думайте положительными аффирмациями, потому что это все записано крупными буквами на небеса, потом я вам огромное количество видео загрузила Луизы Хей, которая тоже очень говорит о пользе аффирмации и так далее, я вам повторять это не буду, вот, потому что я об этом уже говорила и загружала эти видео и Джона Кеха, и Луизы Хей, и Натальи Правдиной, и настрой на день, и вообще, то есть и о богатстве, и о успехе, и о счастье, вот, что нужно заниматься и собой, и медитацией, и йогой, в общем, как-то и настраивать, понимаете, как она Наталья Правдина сказала, главное это здоровье, вот, главное это здоровье, так что вот, это физическая нагрузка, доступная для человека, правильное питание и правильный позитивный настрой, так сказала Наталья Борисовна Правдина, видео, которое я сегодня, вот, посмотрела на ютубе, вот такие вот дела, так что сейчас у меня видео, это загрузилось, я там загружала, я думала, что оно уже загрузилось, я уже буду сейчас выключать, выключать это видео, буду себя еще полный росток показать, я очень надеюсь, что мой этот компьютер эротически заснял меня, в общем, как-то вот это. Правда, у меня, знаете, была идея изучить это все и, например, при случае блеснуть, понимаете, блеснуть знаниями, но мне показалась эта идея немножко какой-то, понимаете, если все-таки не живешь такой жизнью, понимаете, те люди, которые, вот, возвращаясь к этому мужчине, понимаете, вот, а, это, как это называется, то есть, а, боже, мысль-то была, я стала вам рассказывать про этого мужчину, понимаете, вот эти вот, кто-то он встал, понимаете, вот этот пиджак какие-то, вот это вот, одеть вот эти вот, какую-то обувь, понимаете, да, чтобы френды, чтобы френды как-то вот его сказали ему, понимаете, и обсудить, например, вот это его лук, потом он будет обсудить, а вот да, я вот эти вот туфли надела, и как там эти макосины, вот, они будут говорить, ой, да, вы шикарные, вот, и в общем, как-то он будет, это будет как-то его, такие вот хорошие комментарии, будут его греть, что вот он посоветовался, потом ему скажут, что он шикарно выглядит, это какое-то такое вот это вот общение, так что вот. Но эти люди, которые совершенно другой жизнью живут, и понимаете, они общаются в таком кругу, где там уже знают наверняка какой бокал, к шампанскому, в какую заливать, там, это коньяк, и в общем, там, какое вино, какую вилку там вот это брать, вот. Это другой уровень, поэтому я подумала, что если так вот заучить, вот, то плеснуть среди таких людей, вот, мне кажется, что не получится, поскольку, если они в этом, понимаете, если они это знают, они, в принципе, достаточно легко это могут раскусить. Да, так что вот, сейчас я сейчас я приду, посмотрю, загрузилась я, у меня видео, вот, Нет, еще показывает 13 минут, она так долго загружается, это видео так долго загружается, хотя что я, что-то на книжке, Сен-Жермен, Наталья Правдина, хотя это видео уже нужно быстренько, то вот эта вот вечеринка, то вот такая идея, понимаете, вот сама идея, можно, может быть, как-то через огромное количество информации, за ютубить, за интернетить, а вдруг там кто-то что-то ошибся и может быть, знаете, может быть, там закрылась ошибка и это будет каким-то вот этим вот, так что вот, я думаю, что все-таки одно дело там разбираться, знаете, в чем-то быть специалистом, а другое дело, не, ну, с другой стороны, как бы так сказать, а, да, у меня вот это проповала, мне это нравится, другое дело, вот, а я, знаете, подумала, может быть, там запомнить марки часов, например, там, вот эти, которые там какие-то вот эти вот, это топ-топ-левел, потом думаю, марки Вин, а потом, думаю, это в голове держать, не знаю, ну, как-то это улетает, понимаете, где-то, столько смотрела, ну, вот, как-то часам я вообще как-то не очень, вот, ну, в общем, это, вот, ну, как говорится, даже эти топ, даже я смотрела самые лучшие отели, самые лучшие рестораны, ну, запомнить, знаете, какие там самые лучшие рестораны, отели считаются в мире, вот, как-то вот это вот, вот такие вот дела, вот такие вот дела. А, что, сейчас я смотрела днем лекцию Татьяны Черниговской, вот, я там загрузила тоже на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмана через дефис, мы потом сайт идем через дефис, достаточно много лекций, она очень шикарно вообще говорит на различные темы, вот, рассуждает, знаете, вот, как она интересна, вот это вот, надо мне было сделать, обычно я, как говорится, отдыхала и включила просто ее лекцию послушать, знаете, как-то вот просто послушать, а на самом деле, обычно, я, знаете, как вот это вот слушать, нужно с ручкой, с бумагой, сразу же записывать, знаете, кино, сделать такие, но, сейчас бы я вам так хоп-хоп-хоп все сказала, вот это, а я для себя это отметила, и какие-то моменты, я, ну, я вот как-то, вот, они у меня как-то вот так вот, я не могу вам это все воспроизвести, понимаете, я так вот по смыслу как-то поняла, да, а вот эти, если бы я нот сделала, такие нот, я бы сейчас вот так вот вам все это рассказала, вот, но на это нужно было потратить время, для меня это было очень интересно, я подумала, что это суперинтересно, но с другой стороны, я подумала, другое дело, если бы я, вы знаете, вот это приглашала, я бы зарабатывала деньги, я приглашала бы на семинар, я бы там делала семинар, делала, понимаете, вот, другое дело зарабатывать, смотри, такой драйв, ты зарабатываешь деньги, тогда такой драйв, там делать ноты, в общем, как-то сделать это интересно, всегда, знаете, я всегда, знаете, с большой, знаете, там, как говорится, страстью, понимаете, я люблю, это и позитивное мышление, смежные науки, себя заснимать на видео, мои видео очень люблю, будет заснимать тебя красиво, так что вот, это моя такая, такая, моя такая страсть, вот, но потратить время на то, чтобы сделать эти ноты, она там достаточно такие, одна тема затрагивала, очень такие, очень интересные, и, в общем, как-то вот так вот, я подумала, потратить время на что, чтобы я вот это вот все записала, потратила время, я думаю, я потратила 4 года, но он стоп, написала книжку «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания», и что, ну вот, я подумала, может быть, лучше время потратить на спорта, на обустройство еще дома, более лакшери сделать, изучить этикет, подкрасить волосы, сделать массаж, я делаю, знаете, я делаю, знаете, массаж лица, я делаю, ну, сама делаю массаж лица, делаю массаж, я делаю массаж тела сама, так что вот, я делаю такую зарядку, правда, не каждый день, вот, ну, я занимаюсь, знаете, вот это, у меня зарядка, мне сегодня надо было пол помыть, у меня сегодня была такая вообще задача сделать уборку, понимаете, у меня надо было полы помыть, пыль протереть, но посуда у меня чистая, хотя я уже покушала, опять нужно мыть посуду, ванную я помыла, хотя не все отмыла, еще средства мне надо для мытья, вот, туалет помыть, в общем, много чего сделать, я вообще сегодня хотела много чего по хозяйству сделать, ну, вот так вот, начала, думаю, белье, вот эта часть я сделала, потом видео перезагрузить, а, достаточно много успела, и поспать чуть-чуть успела, и отдохнуть, и лекцию черниговской Татьяны посмотреть, вот, но я подумала, и я буду днем в 30 градусов жары заниматься уборкой, ну, хотя я приняла, знаете, я приняла душ, потом я приняла контрастный душ, прохладный душ, в общем, вот это вот, и я подумала, может быть, все-таки сделать ставку, понимаете, на себя, на здоровье, больше прочитать аффирмации, больше прочитать 90-го псалма, больше прочитать про Сан-Жермена, больше прочитать веления Сан-Жермена, вот, вот, заняться своим лицом, вот, потому что, если вы на том видео, ну, здесь крупно себя показала, сейчас вот, которое видео загружается, посмотрите в конце, так что, вот, такие вот дела, волосами, вообще, масками, знаете, вот это вот, и чем-то таким, что там советуют, знаете, как там, какие-то, знаете, истории, например, такой специальный, такой тренинг для лица, знаете, чтобы мышцы лица, на лице говорят очень много мышц, что я тут смотрела, чтобы они все были, а, ну, это уже ораторское искусство, я уже начинаю про ораторское искусство говорить, вот, так что, вот такие вот дела, там, мимикой заняться, еще что-то, то есть, как бы, вложить в себя, понимаете, вкладывать в себя, потому что, знаете, я как-то напоминаю, чтобы я не гордилась, знаете, осаночка, понимаете, это осаночка, хорошее настроение, позитивное настроение, вот, ну, вы понимаете, да, больше я отдохнула, полежала, поспала, наверное, это больше важнее, чем я бы сделала эти ноут Татьяны Черниговской, сейчас бы я это все сказала, и такое чувство, что это, знаете, вот это ау, это, как, знаете, вот это в трубу или в пустоту, в этот, Татьяна Салмана немножко сейчас пошутит, и она не знает, что такое коллайдер, вот этот вот, какой-то коллайдер там, ну, я не знаю, такая шутка, ну, я, я просто вот это говорю, просто, если я займусь, это, моим домом, у меня дома будет это красиво, ну, я и так занимаюсь, ну, больше, понимаете, если бы я больше успела, я бы успела сделать уборку сегодня, вот, уборка самой, знаете, зарядка, массаж, еще раз душ принять, чтобы жарко не было, потому что, знаете, немножко так это жарит, еще прохладненький душ, еще полежать, отдохнуть, подумать, помедитировать, включить медитацию, школа очарования, я красивая, я оргазмическая, включить медитацию Натальи Правдиной, я, я привлекаю любовь, я привлекаю успех, шикарные медитации, я их слушала в 2004 году, в 2005, вот, тем самым вложить в себя, понимаете, вложить в себя, в общем, каким-то образом подумать, помедитировать, знаете, может быть, расширить, в общем, что это там, какие-то вот такие вот молитвы, чтобы, знаете, был, как это, больше счета в космическом банке, мне, в общем, как-то, в общем, как-то вот так, почитать научные молитвы по Джозефу Мерфи, ну, у меня это выписано, я же вам говорю, у меня здесь лежит. Так что вот, я просто подумала, ну, да, так бы я, хотя некоторые вопросы меня заинтересовали, вот, просто, просто рассказываю на скидку, от того, чтобы я это записала, вот это вот сказала на видео, то, знаете, вот это, там, я, конечно, заснимаю, мне нравится, я заснимаю, у меня огромное количество видео, вот, я вообще хочу быть, знаете, вот этой вот великой актрисой, певицей, и вообще мне нужно, понимаете, если я буду вот писать, вот это вот, там, Михаила Марадыча, вы понимаете, да, такие люди, они непростые, а нужно, знаете, как-то вот это вот, надо быть, не из этих, не из робких, вот, уметь поддержать разговор, уметь, а я так это тренируюсь, это, в принципе, совмещаю, ну, нет, то, что, то, что студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, это, понимаете, книжка «Тайная психология денег, скрета, богатства и процветания», то, что занимаюсь я наукой, знаете, наукой вообще жизни, знаете, это уже, уже, уже давно, 2002 года, это как бы, ну, это отдельно, понимаете, это вот отдельный, здесь такой пласт огромный, но к этому страсть, вот, и, в общем, как-то, как-то вот так вот. Но манера общаться, быть раскованной, не быть зажатым, уметь сказать, уметь рассказать, понимаете, о чем говорить, поддержать разговор, что-то интересное рассказать, например, собеседник молчит, понимаете, вдруг молчит, молчит и смотрит, захуже некуда. Нужно что-то говорить, а что вы будете говорить? Как говорят, вот такая вот пауза, о цветах будете говорить? Ну, а здесь можно сказать, ну, вот там, это, да, Джон, Джон Рокфеллер, или как там вот это, что там у меня, как там называется, а, Генри Форд, да, Генри Форд, а там вот эти биографии, биографии смотрела, так это просматривала, не все читала, но изучала, истории успеха и так далее. Просто начинать какую-то тематику лучше, знаете, такая нейтральная тематика, потому что я послушала интервью, честно говоря, так немножко как-то подсоку, я считаю, что, знаете, Татьяна Саламана идет вне конкуренции, знаете, у меня получается вот это легко, и вне конкуренции. Татьяна Саламана, в общем, как-то вот так. Просто я послушала, вот говорят, что бизнес, знаете, это конкуренция, в общем, на самом деле, в общем, на самом деле, я вот тогда вот послушала, потом так это вообще так рассуждала, какую-то такую тему, честно говоря, даже не знаю вам как-то вот это. Я просто подумала, что если вот эти вот какие-то тезисы, которые я там прослушала, начать об них, об них говорить, вот, то услышать что-нибудь такое, а бизнес, он обычно как бы жесткий бизнес, вот, а с какими-то моими понятиями, знаете, этот романтик, типа вот это, вот это, знаете, какая-то чародея, кошки, говорящие, дом волшебный, это вообще разные, разные понятия, и можно я вам что-нибудь такое скажу, то есть лучше эту тему вообще не трогать. Я решила, что эту тему вообще лучше не поднимать. Я изучила, что по этому поводу они думают, и решила, что, знаете, если что, Татьяна Салмановна сделает такой вид, а какой бизнес? Татьяна Салмановна вообще бизнесом не занимается, так что вот я никогда бизнесом не занималась. Я там на юрфаке училась, в школе училась, в ПТУ училась, на юрфаке, вот. Замужем была два раза, и вот книжку, и очень позитивным мышлением, так что вот, бизнесом я никогда не занималась. Ну да? Потому что я там что-то такое послушала, мне это не понравилось. Я подумала, что если я начну на эту тему говорить, я человек такой, как-то, вот, знаете, иногда, как-то, знаете, надо промолчать, это дело сама она может сказать. Я подумала, что эти темы лучше вообще не трогать, поэтому я уже решила, что эти трое темы, знаете, как-то их трогать не надо вообще, поскольку я что-нибудь такое могу сказать, а это явно как бы не понравится, а кому это надо, правильно? Это совершенно никому не надо. Я просто как-то вот это. Поэтому вот здесь нужно какие-то вот такие вот раскрывать, что-нибудь, что-нибудь такое, ну, вы поняли, да, различные. Различно, много других вопросов, аспектов и вообще много чего интересного, о чем можно, о чем можно поговорить. Вот. Своего рода, знаете, такое вот это. Ну, а что, я засняла 20 тысяч видео, а сама засняла, ну, там, 1%, не я засняла. Меня засняли, ну, это когда я там ездила, там, или паспорт делала, или там документы получать, в общем, как-то вот это. Вот. А так, в основном, в основном я 20 тысяч видео сама... Нет, некоторые вообще короткие, знаете, там, по минуте, по полминуты, по две минуты и до трех часов. То есть у меня различные, различные видео. Ну, на вскидку хочу сказать, что Татьяна Черниговская что говорила? Она сказала, что она прочитала очень много книг, и очень много специфических книг по своей теме. И тема такая, вы понимаете, да, у нее очень интересная. И она приводила такие примеры. Вот в книгах говорится о понятии. Вот такое-то понятие, но оно не расшифровывается. Что это такое? Вот это что? И так же она о времени говорила. То, что я вам говорила о времени на одном из моих видео. Вот. Она приводила примеры. Она говорит, хорошо, я прочитала много книг. Да, вот это понятие. Но что это такое, мы не знаем. И, честно говоря, она меня свои лекции, своими такими вопросами, которые она в принципе, я не знаю, она как бы это говорила в аудиторию. Но она преподаватель, знаете, она это в аудиторию говорила. Вот. И как бы этими своими вопросами это было для меня очень полезно, поскольку она навела меня на определенные размышления, что мы как бы не задумываемся, знаете, вот иногда когда-то читаем, чем-то таком, и, знаете, кажется, что так оно и есть. Вот. А свои лекции она заставила, честно говоря, меня задуматься. Вот. Хотя, может быть, те понятия, про которые она говорила, они мне как бы не очень интересны. Но факт остается фактом. Она привела там не только одно, она привела несколько примеров. Вот. А это очень интересно. Я потом пересмотрю эту лекцию еще раз. Вот. Это говорит о том, что как бы, и она, как бы, я так понимаю, много, многого мы не знаем. Потому что вот, многого мы не знаем. Это вот об этом говорит. Вот такие вот дела. Ну, хорошо. В общем, что? Автор книги я. Тайная психология денег, секрета богатства и процветания. Это моя книга. С вами я, Татьяна Салмаровна, Макту, Санфи. Сейчас я вам еще покажу, если я еще туда схожу, посмотрю. Ну, что, видела, там уже нагрузилась. Но с другой стороны, как-то это скучит. Но с другой стороны, вместо, или большой свет включить, или нет, больше, наверное, большой свет не на. Лучше так. В общем, такой пейзаж. Ну, если честно сказать, вместо хозяйственных вопросов, вместо хозяйственных вопросов, я бы, конечно, лучше... Ох, губы, надо губы подкрасить. Губы подкрасить. Ладно, не буду. Что делать? Ладно, так это поставлю. Тебя вот так же сниму. Ну, если честно сказать, вместо хозяйственных вопросов, я бы лучше послушала несколько лекций Татьяны Черниговской, сделала бы такие ноут, и, короче, рассказала бы об этом. Очень интересно. Конечно, это более для меня увлекательно, привлекательно. Это меня больше привлекает, чем, конечно, как-то вот так. Так что вот сейчас буду это видео загружать на мой канал YouTube.